Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, сегодня у нас очередной единый день приёмки военной продукции. Этот управленческий механизм вошёл в практику в текущем, в 2014 году, и позволяет ежеквартально контролировать поступление новой техники в войска, тем самым планировать и выстраивать ритмичную работу как промышленности, так и самого Министерства обороны. В ходе видеоконференции подведём итоги выполнения гособоронзаказа за четвёртый квартал, собственно говоря, за весь 2014 год. В том числе посмотрим, насколько части и соединения готовы к приёму новой техники. На недавних совещаниях в Сочи 27 ноября мы уже отмечали, что практически все задания гособоронзаказа этого года выполнены, а его общий объём по сравнению с 2013 годом вырос почти в полтора раза. Собственно говоря, по некоторым позициям даже гособоронзаказ этого года и превышен. В 2014 году в войска поступило более 4,5 тысяч новых образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе 142 самолёта, 135 вертолётов, 4 подводные лодки, 15 надводных кораблей и катеров, 19 зенитно-ракетных комплексов, 590 танков и боевых машин пехоты. В рамках укрепления стратегических ядерных сил на боевое дежурство заступили 3 полка ракетных комплексов ЯРС, а в ВВС модернизированы 7 бомбардировщиков стратегических – Ту-160 и Ту-95МС. Ещё раз подчеркну, мы вышли на хороший темп работы, отрегулировали практически все основные вопросы, в том числе ценообразование, график поставок, организацию приёма на вооружение новой техники. В будущем году все задания гособоронзаказа также должны быть выполнены. Это позволит выйти на установленные параметры обеспечения войск современными образцами вооружения и техники. Напомню, по разным видам вооружённых сил, их доля к концу 2015 года должна составлять от 30 до 60%. Выпуск всей линейки современных образцов вооружения должна обеспечить именно отечественная промышленность. Необходимые решения для этого приняты. Разработаны планы импортозамещения. И вновь повторю, необходимо преодолеть критическую зависимость от импорта технологий, отдельных узлов и компонентов. Рассчитываю, что вы хорошо понимаете, насколько важно эффективно порешить эту задачу. Не просто разместить заказы на наших предприятиях и КБ, а наладить выпуск продукции на уровне лучше, чем зарубежные аналоги. Добавлю, что требования высочайшего качества относятся ко всей работе по гособоронзаказу. И в завершение. В течение года Минобороны ввело стройки на всей территории Российской Федерации. Это более чем 4 тысячи военных объектов. Введено в эксплуатацию 1300 комплексных объектов военной инфраструктуры, что в три раза больше показателей прошлого года. Снижаются объёмы незавершённого строительства. В 2014 году в эксплуатацию принято объектов более чем на 134 миллиарда рублей. В 2015 году эта тенденция должна быть сохранена. Давайте приступим к обсуждению. Продолжение следует...